Бросаешь вызов природе, едешь так далеко на краю земли, можно сказать, потому что дальше море, а потом океан. Геолог живущий на своей территории должен знать, что это за территория, почему это его территория. С геологической точки зрения на нашей Земле осталось не так уж и много малоизученных мест. Во всем мире к Арктике интерес только растет в силу того, что Арктика становится более доступной. Решение вот этих фундаментальных задач с построением реконструкции. Просто интересно, как облик Земли выглядел в прошлом. Как это все сформировалось, почему здесь море, почему там континент, почему здесь горы, вулканы, а здесь тысячи лет их уже не было. Ну, это интересно. Впервые за много лет организовался экспедиционный именно отряд от университета. Мы старались позвать сюда тех студентов, которые писали дипломные работы, связанные с Арктическим регионом. Мы хотим готовить полярных геологов из числа обучающихся у нас в университете. Есть своя специфика работы геолога, геофизика именно в Арктике. И чтобы людей к этому подготовить, намереваемся использовать эту базу. Мы находимся за полярным кругом в дельте реки Лены на острове Самойловский. В том месте, где русло реки распадается на несколько проток, близко уже моря Лаптевых. Добраться сюда непросто. Добраться сюда! Стою на верхней палубе, виды потрясающе красивые. Думаю, ковид-компании спускаться точно не будут. Подумаешь, вот три часа и мы уже там. Ну, четыре. Плыли ровно десять часов в полене. Но это, конечно, были очень беззурительные десять часов. Денька хочется спать. Сейчас уже больше, чем три утра, полчетвертого. Вот здесь мы и живем. Остров Самойловский. Привет, НГУ! Я себе поначалу представлял, что дельты там, небольшие протоки, которые там, не знаю, рукой подать уже другой берег. Но когда мы сюда приплыли, я увидел, что здесь вообще это уже почти морские условия. Вроде бы протоки на карте-то небольшие, а здесь даже берега их не видно. Поражают масштабы всего этого. Тысячи островов, маленьких, больших, с холмами, плоские острова, пески. Это как первый раз побывать там, в открытом океане, например. Или первый раз забраться на какую-нибудь гигантскую гору. Мы уже неделю, как выехали из Новосибирска, и вот сегодня первый маршрут. Готовы. Готовы. На катере на остров Америка Хая посмотреть, какие там выходы из коренных. Отобрать образцов, писать обнажение. Нам были интересны те объекты, где выходят на поверхность более древние породы, которые относятся к палеозои. Здесь, в Дальтилене, у нас маршруты проходят по рекам, по протокам реки. Плывем вот так вот, бах-бах-бах-бах, постоянно по волнам, тряска, как будто я еду в автобусе, и он на всей скорости наехал на лежачего полицейского. Хорошо, ты умеешь там ходить многокилометровые, значит, маршруты, многокилометровые подходы. А попробуй вот теперь не упади из лодки, выпрыгни из лодки правильно. Оттолкни лодку, привяжи лодку так, чтобы ее не унесло. И не лодку, а катер, который весит там тонны две, наверное. Это все вещи, которые вот в арктических условиях надо уметь делать, и я надеюсь, что они получили удовольствие от этого. По вот этой протоке обогнули гору Америка Хая, где находится захоронение Де Лонго, памятник Де Лонго, и заплыли немножко вот сюда вот. То есть мы находимся сейчас вот здесь примерно. На вершине Америка Хая на острове Куруна мы нашли базальты. Я впервые увидел столбчатую отдельность базальта. Очень красивая. До этого я просто ее только видел на картинках, в принципе. Все радовались, потому что, во-первых, их не было здесь, закортировано, во-вторых, базальты – это хороший объект для полимагнитных исследований. В них много магнитных минералов. А мне что-то магнитное. Да, у меня что-то очень магнитное. Практически все горные породы содержат какое-то количество магнитных минералов. В основном это минералы железа. Все магнитные минералы обладают своего рода магнитной памятью. Они восприняли намагниченность естественного магнитного поля Земли. Именно эту остаточную намагниченность мы и ищем. Ну-ка, наглонися еще раз. Хоп-оп. Да ты магнита. Расшифровывая эту информацию, мы можем строить геодинамические реконструкции. То есть мы можем восстанавливать движение континентальных блоков в геологическом прошлом, то есть десятки и сотни миллионов лет назад, используя записи о направлении магнитного поля в горных породах. Ну-ка. А, а там не металлическое, но в этом, в этой дуге. Да, на комарнике металлическое. Тьфу ты, блин. Чтобы определить свое местонахождение самым простым способом каким-то, мы что используем? Компас. Компас нам показывает направление на север. Это, по сути, тот же самый компас, только этот компас был заморожен на несколько миллионов лет. Полимагнитный метод занимается исследованием магнитных свойств горных пород. Этот метод позволяет количественно оценить древь континентов. Для того, чтобы понять, что из себя представляет та или иная территория, в частности, Арктика, сейчас нужно понимать, как она развивалась, как в геологическом плане она сформировалась. Полимагнитные исследования должны быть всегда поддержаны структурными данными и данными о возрасте. Мы должны наиболее полно охарактеризовать, на самом деле, те геологические тела, из которых мы ведем отбор, для того, чтобы реконструкции имели геологический смысл, и чтобы они не казались какой-то фантазией. Наша задача на основании полимагнитных исследований и картирования — воссоздать картину процесса здесь происходивших и потом все это привязать либо к одному складчатому поясу, либо к другому. Мы имеем как такой приоритет в арктических именно исследованиях, то есть в сборе полимагнитных данных для российского шельфа. У нас наибольший опыт, у нас больше всего пока что результатов. Собственно, непосредственно сейчас наши данные используются в комиссии по определению континентального шельфа. То есть они уже используются не просто в фундаментальной науке, но и непосредственно в прикладных темах, в прикладных мероприятиях, которые связаны с углеводородными месторождениями. Стоишь, газуешь, 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 коленочку поддавливаешь, поддавливаешь, она там идет такая, а тут вода такие, брызги, все, все нормально. Конечно, руки дрожали в первый раз-то. Вдруг там что-то не так сделаю, вдруг что-то не получится. Сильно оборотов не давать и вот этой не касаться. Но нормально. Взял, допробурил. Начинаем ориентировать первый образец. Ставим метку, потом по этой метке чертим линию. То есть эту линию, грубо говоря, надо сориентировать. Азимут падения и угол падения. Азимут падения. Триста сорок градусов. И меряем угол падения. Шестьдесят восемь градусов. Вот у нас есть, так выглядит, выборенный образец. Это метка линии ориентировки этого керна. Первый маршрут. Мы не могли с него выбраться. Именно к концу маршрута, к шести часам вечера, у нас поднялся шторм. Самое главное, наверное, из-за которой все трудности остальные происходят, это погода. Я опять улетел. Со временами поднимается ураганный ветер, там, до тридцати метров в секунду. Что просто стоишь и тебя сносит. Были бы крылья, просто распахнул и полетел. Когда ты шел с рюкзаком, полным образцов, все равно ветер почти сносил тебе с ног. Ну, это как бы следующий уровень сложности, когда нужно делать то же самое, но при этом, когда тебя сдувает с ног. Это мне дало какую-то закалку, все вернули. Для меня, как для геолога, вот эти все лишения, они как будто бы идут не в тягости. Устал да нельзя. Сидишь у костра и счастливый. Холодно, дождь, ветер, замерз. А счастливый сидишь. Те трудности, которые были, это сейчас мои самые яркие воспоминания, самые любимые. Каждый день работать в таких холодных условиях, да, это одна из самых полезных форм тренировки, которые мы и задумывали, на самом деле, когда говорили, что мы собираемся готовить именно полярных геологов. СИГНАЛИЗАЦИЯ 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 Весь остров представляет собой моноклиналь, такую большую, торчащую из воды моноклиналь. Мы зашли к острову Столб. Вон прекрасная обнаженность. Все хорошо. Мы остановились здесь, потому что здесь выходят самые древние породы, самые нижние горизонты, все, кто здесь есть. Ну и квартиру будем снизу вверх. Все породы от одного края острова до другого падают все в одну сторону. И происходит накопление достаточно материала-то вообще, как бы горизонтально, но затем в результате тектонических подвижек, смятия, происходил их наклон. Складка такая, а у нас наблюдается только одна ее сторона, моноклинальное залегание. Каждый объект интересен своими фишечками. Крупный скальный утес посреди дельты, на котором выходят осадочные толщи верхнего Дивона. За время наших маршрутов мы изучали породы Дивонского периода и Каменноугольного периода. В основном в геологии, когда речь идет о каких-то процессах, особенно масштабных, речь идет о миллионах лет. Происходит привыкание к меркам геологическим, то есть к миллионам, к миллиардам даже лет. Говорю другим людям, вот этому циркону там три миллиарда лет. Вот они такие, о, как три миллиарда-то? Как вы вообще меряете, как вы знаете возраст? Я домой приезжаю маме и с папой лекции читать. Они любят послушать. Они договаривались, что вы их обедуешь, доберете, да? Нет. Так, 18 на 4. Нужно отобрать образец из подошвы, пачки, из кровли. Ну, если она однородная. Если идет какое-то переслаивание, надо из разных слоев отобрать. Образец отбирать. Желательно свежее и как можно больше свежих сколов. Желтый – это выветрилая поверхность, плохая. А на самом деле он серого цвета. Первая очередь должен быть показательным, чтобы ты посмотрел и сразу мог вспомнить, откуда он и для чего он, что он показывает. Желательно, чтобы в нем были все текстуры, в принципе, местные. В детстве, когда ходил по берегу, собирал гальку. То есть я сразу как бы замечал, что они все такие разноцветные, какие-то все разные. Это, по сути, наверное, первое, что сцепляет любого геолога. Вот это вот огромное разнообразие потрясающей красоты образцов. И, по сути, они, в общем-то, валяются под ногами. Надо только знать, где их искать, где их взять. Возможность собственноручно набрать материал, который ты изучаешь – это свобода в некотором плане, такая свобода творчества. Наш факультет, геологи физически, он реально завлекает. Захлестнула вот эта идея полевых практик, экспедиции. Мне стало это очень интересно. Я решил, что такая работа мне по душе. Летом у тебя начинается вся твоя основная работа. Летом тебя начинают забрасывать куда-нибудь в тайгу, на север, кто-то там на солнце. Солнце на пляжу, на море загорает. А ты тоже загораешь, тоже на пляжу, тоже на море. Только вместо 20 температур воды 2 градуса. Поля мне дают материал для работы. Чем заниматься зимой, как не результатами летних работ. Когда мы находимся в университете, нам дают чисто знания. А когда ты выезжаешь на практику, ты закрепляешь именно. Ты видишь это в коренных выходах, ты видишь это в рельефе. Тебе становится все очень понятно. Убедился в этом, что это то, что мне нужно. Тут песчаного материала очень много. Очень много. Я бы сказал, что это вообще чистый песчаник. Нифига. Это 50 на 50. Да, и царапается. Царапается, если трудно, значит много песчанистого материала. Если легко, значит известняк чистый. Самое главное для геолога это первая голова, потом уже все остальное. Багаж знаний, который он имеет, это его молоток, который он никак не подведет и не сломается в маршруте. Дневник, в котором он все пишет. И его компас, в котором все замеряет. Нюхать, пробовать и смотреть. Это главная его задача. А еще желательно пробовать на вкус и на зуб. У кого большие здоровые зубы, она правее. Даже если голова занята научной задачей, все равно невозможно не заметить красоту. Бывает сидишь вот наверху у горы, минут 10-15, можешь понаслаждаться видами, просто подумать о чем-либо. Присутствуют такие моменты маленькой медитации. Прикасаешься рукой к камню, просто осознаешь ту мысль, что этим камням там 4 миллиарда лет, например. Природа всегда найдет способ удивить, всегда найдет способ показать что-то настолько грандиозное, что немножко зависаешь, но потом понимаешь, что это все очень красиво. Это необычная природа, конечно. Все стремится очень быстро расцвести, созреть, пожить, как будто вот все как на дрожжах. Это связано, скорее всего, с тем, что летом ведь нет ночи. До этого полярный день я вообще ни разу не видел. Он, конечно, уже подходит к концу, но все-таки мы его застали. В принципе, когда солнце вообще не садилось, просто каталось постоянно по небу и вверх-вниз. Я даже как-то уже начал к нему привыкать, в принципе. Я даже не знаю, что будет, когда приедешь к себе ему в Новосибирск, там, и день, и ночи, и ночь, и день. Здесь красоту я вижу в бескрайней тундре. Огромные просторы безлесистых территорий. Выглядит как северная пустыня. Я, например, никогда не видел настоящей тундры. Здесь вечная мерзлота, здесь мхи. В основном по мхам входишь. Иногда даже как будто такая заболоченная местность. Мысль о том, что под тобой многие метры, может быть, даже сотни метров мерзлоты, тоже, как бы, довольно-таки будоражит. Мы видели, как уровень реки поднимался на метр-полтора в течение дня. Нам говорят, что такого никогда не было. Мы нашли всяких дохлостей, которых мы очень долго не могли найти в коренных выходах. А тут я... А тут кто-то смотрит, они тут лежат. Тут не все. Вот это, например, нам перемешивают. Да, не все. Это, скорее, здесь не брохиоподы. Прям симметрия. Это ракушка, накаменелость, брохиоподы. Важно, что мы их нашли, потому что это позволит нам определить возраст свой. Нет, еще. Много ракушек. Здесь много двустворок, брохиопод там находили. Криноидей. Это довольно все красиво. И одно из самых интересных, что, в принципе, можно в осадочных породах увидеть. Мы на вершине острова Столпа. Очень сильный ветер, пары исты. Выпускники факультета, они становятся немножко бесстрашными. Когда ты забрался на гору, ты думал, что ты не сможешь, но ты все равно забрался. У тебя хватило еще здоровья на то, чтобы не просто забраться, но и поработать там, спустить оттуда рюкзак образцов. Ты приобретаешь некоторую уверенность в себе. Соответственно, следующую гору будет не страшно форсировать. Спасибо. Мы находимся на мысе Бояринцево, в двух километрах от станции «Сокол». Мы начали ездить уже на сам континент по Быковской притоке. Там сделали небольшое описание. И сейчас мы уже буквально пару дней назад начали описывать сам берег Лены. Это более молодые отложения, которые отличаются и по составу, и по останкам живых организмов. Они, я бы сказал, более насыщенные, чем дивонские отложения. Наблюдались слои, очень богатые живностью, то есть состоящие чуть ли вообще не из одной живности. О-о-о! Сломал! Взял себе не один образец. В основном все как раз таки с дохлостями. Мы взяли, выкололи здоровенного коралла, которого назвали колян. Тащили его с собой полмаршрута. Колян довольно тяжелый был. Я получаю удовольствие от каких-то интересных геологических находок. Сейчас скучаешь, скучаешь, вроде как. Одни и те же толщи, там одна и та же пачка, ты ее меряешь. А в конце маршрута такое все вау! Короче, говоришь вау! Мы начали получать новую информацию. Каждый шаг вверх по разрезу – это что-то новое. Это своя история накопления. Когда я вижу какой-то геологический объект, в первую очередь это именно процесс, при котором это все получилось. Мы смотрим на фрагмент осадочной породы, и по рисунку слоев, по характеру слоистости мы можем увидеть, что это был какой-то участок шельфа, или это была какая-то речная система, или это было болото такое со спокойным, с монотонным осадком накопления. Видя камень, получаешь больше информации, чем человек неподготовленный. Конечно, это вызывает эмоции. Геолог, он именно смотрит, и порода рассказывает ему свою историю. Это просто как живые существа. Сейчас накроет. Нет дождю. Шерфа. Камень в воду. Большую часть времени, конечно, были тучи, но по мне так тучи реально интереснее, чем если бы просто чистое небо с одним-двумя облочками и солнце. Собирается идти очень сильный дождь, и тучи начинают приобретать цвет чернил от ручки. Все время сюда хочется возвращаться. Непонятно почему, но затягивает. Для себя решили, что на севере просто холодно. Вот и все. И это все, что нам приходит в голову. Но на самом деле здесь большое разнообразие вообще всего. Я, например, понятия не имел, что здесь такое огромное количество разнообразных видов рыбы водится. Сейчас мы будем жарить рыбу. У нас есть большой костер, у нас есть большая палка. Сейчас мы просто насадим его, посолим, поперчим. И все. Нифига, у него сердце здоровое. Аперация произведена. Зашивайте. Самое главное еще хорошо проткнуть. Завтра мы отъезжаем домой. Наверное, хорошо. Но иногда даже грустно. Привыкли к данной местности, к людям уже, как все родные стали. Но надо ехать, двигаться дальше. Завтра мы и после завтрака на двух лодках небольших, на казанках плывем. Плыть нам где-то часов 5-6, если хорошая погода. И не будет пол, ничего не будет. Но загадывать как бы нехорошо. Посолим. Для меня мир – это движение летосерных плит. Вот это мир, если представляю. Если представляю, что вот есть земля, по ней там континенты движутся, сталкиваются, раскалываются, соединяются опять. Образуются горы, реки, озера, моря. Все то красивое, что мы можем видеть. Нравится, когда ты приходишь к какому-то пониманию. Или нравится, когда ты можешь объяснить последовательность событий. Это что-то вроде расследования. Стараюсь развивать себе именно понимание земли, как сложные, но все-таки закономерно организованные системы. Это же твердый камень, а погнинутые материки, мнет как не знаю кого, двигает, бросает в различные стороны. Чтобы произошла склач, то есть там, это же, ну, тоже, это не в тисках сдавить, это огромные силы, это движутся плиты. Ты исследуешь что-то, что настолько больше тебя. Вся эта эволюция, эволюция континентов, эволюция с моей Земли, по мне так, она идет наравне с биологической. Очень часто, пока я что-то не видел, не понимаешь, о каких масштабах идет речь. Для меня это самое, наверное, привлекательное. Видеть глобальные какие-то просто проявления вообще планеты Земля. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА